Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я хотел бы поделиться своими ожиданиями насчет Xbox серии X. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо. Сразу извиняюсь за мой голос, я немножко прибылел, поэтому всем вам желаю здоровья. Давайте начнем. Начнем с того, что консоли нового поколения должны выйти уже в этом году, но до сегодняшнего момента официальных подробностей было совсем немного. И что же будет такого сверхнового в новых консолях, пока неизвестно. В этом видео я поделюсь своими мыслями, взглядами, своими ожиданиями насчет новой игровой консоли Xbox серии X. Хочу напомнить, что я человек простой. Вижу новые поколения, сразу же бегу в магазин. Ну, поскольку я уже заведомо знаю, что я получу что-то новое и что-то лучше нынешнего. Новые консоли я чаще всего покупаю ради новых игр, которые не доступны на нынешнем поколении консолей. Если же во времена Xbox 360 я ждал Xbox One ради таких игр, как Rise, Dead Racing или ради того же нового Kinect, то у консолей Xbox серии X, по заявленной информации, этого ждать, к сожалению, не стоит. И все эксклюзивные игры будут выходить и на новые, и на старое поколение в течение года или двух после выхода консолей нового поколения. Это весьма печальный для меня фактор, поскольку новые игры всегда были для меня неким смыслом в новой покупке, реальным аргументом и тем, ради чего я покупал консоль на старте, поскольку ждать я не особо люблю. Я понимаю, что это продлится не вечность и у серии X будут новые игры, которые не будут доступны на нынешнем поколении консолей, но я предполагаю, что это будет через года полтора. И если же эксклюзивы будут выпускаться чуть дольше, то мультиплатформа к этому времени, думаю, уже будет неким эксклюзивом для новых консолей. Одна из таких первых игр, скорее всего, будет GTA 6, поскольку уже есть слухи, что она выйдет в сентябре 2021 года и будет только на новые консоли. По сути, это даже логично, ведь оптимизация под все виды консолей занимает большое количество времени, да и новые консоли как-то нужно продавать. Помимо игр, которые не будут доступны на Xbox One от серии X, я жду реальных отличий в графоне с применением новых технологий по типу трассировки лучей. Если игры будут выходить сразу на несколько поколений, то повышенный фреймрейт и разрешение для меня не будет чем-то удивительным, и ради этого я не хотел бы бежать на первых парах покупать новую консоль. Все это в данный момент может предоставить Xbox One X, и пока существует эта консоль, и есть шанс того, что мы все-таки должны увидеть некий прорыв в графике. Ибо на первых этапах может получиться так, что между Xbox One X и серией X может быть крайне маленькая разница, которая будет заметна лишь технически. А на глаз будет так, что и там, и там картинка будет приятная. На том же Xbox One, после того, как я перешел на него с Xbox 360, я видел ту самую новую графику в некоторых играх. И честно, я от нее реально кайфанул. Взгляните на тот же Rise, это действительно next-gen игра, тот же Gears 4. На самом деле, очень хотелось бы в новом поколении видеть что-то лучше нынешней графики, а не просто более высокого разрешения. И надеюсь, что таких вот next-gen игр будет по-настоящему много, а не как в этом поколении. На старте что-то там выпустили, какую-то замануху, а потом давай клепать AA проекты. Короче, майки, не надо так. Помимо этого, в новой консоли обещается более быстрая загрузка игр. Грубо говоря, чтобы запустить GTA, у вас уйдет намного меньше времени. Честно, вот такое вот новшество для меня вообще новшеством не является. Ну, быстрая загрузка, ну и что? Лично мне не влом подождать или поставить консоль на спящий режим, чтобы продолжить игру без включения игры и без всяких загрузок. И чтобы покупать новый консоль ради этого, ну, не знаю. Кстати, о играх. Надеюсь, что купленные студии не сидят на месте и уже вовсю клепают новые эксклюзивные проекты для нового Xbox. Надежды ставлю на продолжение Gears of War, на новую часть Forza, ну, а также на новые одиночные проекты под типу Uncharted. Ну, вот реально, годных одиночных игр на Xbox действительно мало. И лично я хотел бы их видеть намного больше. И в самих играх с новым поколением хотелось бы слышать, конечно же, русскую озвучку. Да, я прекрасно понимаю, что многие бомбят насчет русской локализации, что она жалкая пародия на повторимый оригинал. Но тут хотя бы давали бы выбор между озвучкой. Просто те же Sony без проблем все переводят и все рады. Мы же читаем субтитры. Как по мне, голосовая озвучка на родном языке придает более клевые чувства от игры и позволяет не отвлекаться на субтитры. Опять же, это лишь мое мнение, если вы вдруг с ним согласны, то напишите «Я за русскую озвучку». Посмотрим, сколько нас. Знаете, с выходом новой консоли я, естественно, ждал нового геймпада. Но с выходом Xbox Series X в комплекте будет практически такой же геймпад, который был и у Xbox One. Единственное его отличие – это ребристые курки, как у нового элит-контроллера, и новая кнопка «Поделиться», которая, как по мне, не очень-то и нужна. Плюс я, конечно же, придираюсь, но без выемки у светящейся кнопки геймпад выглядит каким-то топорным и безвкусным. Но думаю, что по-прежнему удобным. Единственное, я надеюсь, что он не будет так часто ломаться и качество стиков и бамперов там станет выше. Кстати, мне очень интересно посмотреть на ценник такого геймпада отдельно и сделать ли кнопку «Поделиться» ценник геймпада выше. Мне кажется, что сделает. Пишите свои догадки в комментариях. Помимо этого, от новой консоли я жду новых функций. Да, новые функции придумать крайне сложно, но, на мой взгляд, можно довести до ума старые. К примеру, дать пользователям консоли полноценно стримить, подключать донаты и менять оформление. Да, миксер неплох по своему функционалу, но те же уведомления на донат, к сожалению, так просто не поставить. И было бы неплохо, если бы консолька все это могла делать без ПК и карт захвата. Жду, естественно, нового, более прикольного дашборда, который позволял бы менять не только цвет, но еще какие-нибудь всякие анимации появления, ну а также живые обои, как у PlayStation 4. Вроде бы мелочь, а приятная. Но по дашборду, к сожалению, была инфа, что в новом иксбоксе будет практически все то же самое. Я этому верю мало, и если это будет действительно так, то серия X рискует потерять реально много покупателей на старте, поскольку, по слухам, кажется, что в ней не будет ничего нового. Но я в это принципиально отказываюсь верить, поскольку если это будет действительно так, то можно купить Xbox One X и не париться. И еще от новой консоли я жду нового эксперенса в виде новой камеры, VR очков или каких-нибудь датчиков движения. Да, я знаю, что Фил уже высказывался насчет этого, и он пока не гонится за тем же VR, но так или иначе, не получив какого-то нового опыта с более крутым погружением в игру, по крайней мере я, не чувствую какого-то нексгена. Я обожаю технологию Kinect, не раз вам об этом говорил, но если в новом поколении этому не будет уделено какого-то нового устройства, я как минимум расстроюсь. Так как иногда хочется поднять жопу с дивана ради какого-нибудь интерактива. Кстати, парень с моего канала под ником Никола Тесла поделился со мной информацией о том, что в недавней выставке, куда должен был приехать Фил, но по факту не приехал, показали какие-то браслеты, отвечающие за захват движений. По его словам, это реально крутая технология, и если она все-таки выйдет и выйдет на новом Xbox, это будет взрыв. На самом деле, мне кажется, что эта технология это тот самый патент, о котором я рассказывал в недавнем видеоролике. И я очень надеюсь, что в будущем она все-таки выйдет на Xbox. Я просто до сих пор не знаком с тем же VR-шлемом, так как у меня его дома нет. Но по обзорам и по тем играм, которые там доступны, я хотел бы его. И очень хотел бы, чтобы такие устройства вышли на новый Xbox. Ну, потому что мне реально нравятся такие штуки. О чем речь, если я даже недавно играл с Настей на стриме в старые игры от Kinect Xbox 310. Если что, стримы я провожу на лайв-канале, если хотите, подписывайтесь. Также очень надеюсь, что в новой консоли не будет региональных привязок к конкретному региону. И чтобы можно было покупать абсолютно везде, и чтобы консоль работала полноценно, независимо от страны. Короче, в этой теме я хотел бы, чтобы новый Xbox был похож на нынешний. И тут же я надеюсь, что маки вообще уйдут от каких-либо региональных проблем и сделают контент доступный абсолютно для всех. Поскольку на Xbox One есть такие игры, приложения, которые, к сожалению, недоступны в нашем регионе. Это незначительно, такого контента мало, но осознавать это, ну, как-то не по себе. Чувствуешь себя каким-то ограниченным, что ли. Насчет доллара в сторе. Я думаю, что это не изменится, но надеюсь, что они в России завезут все-таки подписку на один месяц, или дадут возможность покупать ее в сторе через Xbox Live. Если это все-таки будет, то можем ожидать один месяц лайва за один доллар. И то, что доллар все-таки останется, это 99%, так как изменение в сторе пока не намечается. А как мы все знаем, он будет общим. Если вдруг кто-то хочет, чтобы ваш профиль перенесся на новую консоль, то это 100% будет, так как будет полная обратная совместимость. И не только с играми. Это уже 100%, и это не может не радовать, так как даже аксессуары мне еще пригодятся. И на старте нового Xbox у меня будет 6 геймпадов. Куда их столько, без понятия, но когда приходит много народу, все-таки они нужны. Обобщая все мои ожидания и ранние подробности, почему-то складывается ощущение, что прогресса, особенно на первых этапах, мы можем не увидеть. И это объясняется тем, что более мощные консоли этого поколения показывают весьма хорошее качество картинки, которые, мне кажется, довольно трудно переплюнуть. Плюс такое топтание на месте происходит из-за того, что на хвосте серии X будет еще и семейство Xbox One. Это S, FAT и X-версия. Которая, как по мне, будет в виде якоря для новой консоли. Честно, пока не очень понимаю, какая стратегия будет у новых консолей, поскольку все сводится к тому, что мы и дальше будем, скорее всего, считать пиксели и имиджи мериться. Ну а также следить за счетчиком FPS. Кстати, помимо Xbox Series X, мне будет крайне интересна стратегия Sony. Ведь это, по сути, два гиганта, которые будут сражаться за любовь пользователей. И я надеюсь, что битва будет крутая. И раз затронули тему о Sony, то хотел бы поделиться о том, что мне хотелось бы крайне скорее узнать о PlayStation 5. Так это какой будет новый геймпад? Будет ли обратная совместимость со всеми консолями PlayStation? Просто об этом слухи говорят. И какие эксклюзивные игры она предложит? Ну и, пожалуй, все. Поскольку пока PlayStation 5 вообще в секрете, из-за этого она не вызывает интереса. Но, как говорится, в тихом омуте и черти водятся. Поэтому война в девятом поколении, думаю, будет жаркой. Обязательно напишите свое мнение по этому поводу. Кто что ждет от новой консоли? Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и большое спасибо за просмотр. Не болейте и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok